Прекрасно поющий соловей не хочет смотреть на безобразную гусеницу, но хочет ее съесть. Привет, неодолимые жалом антикоры! Вы на канале Муай Тай Сикея, я Федорович, покажу вам бои, которые никогда не должны были увидеть люди, не говоря уже о бойцах, ибо посмотреть на такое зрелище, это умереть от стыда, смеха или жалости к этим бойцам. А начнем мы с боксера, которого зовут Брайан Сазерленд. Этот великий воин ислама, крестовых походов и египетской силы почувствовал в себе непреодолимую мощь, которая пришла к нему после трех месяцев тренировок в подвале своей бабушки, и решил вступить на профессиональный ринг для покорения боксерских вершин. Но ворона, подражающая Баклану, быстро утонет. Его соперником оказался скромный боец Кенни Райнфорд, который уже почувствовал вкус крови и провел уже три боя, два из которых выиграл и один проиграл. Сазерленд начал этот поединок великолепно. Последний раз такую фантастическую технику я видел в 90-х, когда возле сельского клуба под песню «Крошка моя» прекраснейшей группы «Руки вверх», местная братва в резиновых сапогах, обтянутых кульками, ибо на улице грязь, а еще нужно танцевать в клубе, поэтому кирзаки пачкать нельзя, славно месила заезжих городских пацанов. Но самое эпическое, что сделал Брайан, это то, как он падал в нокаут аж на 56-й секунде боя, а это немало. Я думал, такое можно увидеть только в мультфильме «Томми Джерри», а нет, наш бесстрашный Рэмбо-закляк развернулся на 180 градусов и упал, как в лучших анимешных сюжетах. А сейчас мы также посмотрим на очень перспективного боксера Джимми Смита, у которого уже был рекорд в аматорах в три победы и ни одного поражения. Вдохновившись такими успехами, он решил попробовать свои силы в профессионалах и вышел на этот великий бой, как спартанец в ущелье Фермопилов. Но все, что цветет, неизбежно увянет. Он дерзко смотрел на соперника, уже предвкушая легкую и досрочную победу. Даже показал ему свою капу, типа я тебя порву, как тузик грелку. Но как только прозвучал гонг, он поразил всех. Даже Джеки Чана и Чака Норриса. Такого стиля дикого журавля в тени 7-40 ножек еще не видел никто. Сам Майк Тайсон записал его имя, чтобы потом взять уроки работы корпусом. Если бы недосадный удар на 22 секунде, который выключил нашего непревзойденного монстра и лишил нас этого невероятного зрелища, я думаю, слава основателя нового направления бокса или смеси кунг-фу и бокса ему была бы обеспечена. У меня остался только один риторический, но очень важный вопрос. У кого он мог выиграть в аматорах, да еще и трижды? Неужто они проводят поединки в наливайках? А этот поединок между Вильямсом и Ринконом прошел совсем недавно и оба бойца в ринге дебютировали на профарене. Вильямс подумал, что вселенная – это всего лишь временное пристанище для всего сущего и решил испытать свою физическую материю на прочность. Видать тактика, когда ты экономишь на тренировках в нормальном зале, а делаешь своим тренером деда-тракториста и бабулю-доярку, не всегда срабатывает. Хотя она и может тебя вывести на профи-уровень, но чтобы такому боксеру продвинуться дальше, нужно прятать в трусах ломик и в решающие моменты его доставать. По-другому никак. Но несмотря ни на что, наш Чемп выдержал пару ударов в голову, а вот в нокдаун упал от удара в живот. Он просто не качал пресс, потому что думал, что если у него видно кубики, а у всех трещей видно кубики, то и пресс стальной. Но ничего, он уберет этот мелкий недочет и снова взойдет на боксерский олимп. А над этим боем даже смеяться не хочется, а скорее удивиться. А может кто-то и возмутится тренерам и промоутерам, которые пустили эту тетеньку в ринг. Сначала я подумал, что это мама какого-то бойца, но нет, она нервно ломала ногти и в беспалых перчатках, и стало понятно, что она будет драться. Наверное, ей никто не говорил, что выносливость лошади познается в пути, а умение бойца в бою. Поэтому она согласилась на этот поединок. Но, ребята, она выглядит так, как будто спускалась на лавочку к подъезду пощелкать семок с кумой, а не готовилась к бою. Обычная кофта, какие-то лосины, прическа в заколку. Что это за форма? А потом начался бой и закончился на пятой секунде. Стало понятно, что высокие деревья ветер быстрее ломает. А каким чудом она оказалась в октагоне, осталось непонятно. Следуя дедуктивному методу Шерлока Холмса, у меня есть два варианта этого события. Первый – это мама бойца, который ссыканул выйти на бой, но гонорар уже пропил, поэтому мама вышла отработать бабки непутевого сына. Второй – это королева рюмочной у дяди Бори, которая имеет внегласный список из 20 побед над забульдыгами и галькой разлучницей, поэтому решила испытать свои силы на профарене. Вы наверняка заметили ее неповторный стиль боя, когда она побежала на соперницу, чтобы приблизиться вплотную и схватить за волосы. Этот стиль хорошо знаком всем посетителям рюмочных. А какие у вас варианты? А закончим мы супербоем за чемпионский пояс между двумя чемпионками. Гордой Аткинс, сзади которой держат пояс чемпиона WBIA, почти крутой, только с лишней буквой, и Эстрадой, у которой за плечами 19 побед и ни одного поражения с поясом WBA, уже без лишней буквы. Так же, как гадатель не знает своей судьбы, наша Аткинс не знала своей красоты, а вернее того, что на эстраду она не работает. Бой продлился аж 7 секунд. Обратите внимание даже не на технику, даже не на то, как Аткинс держала руки, и даже не на то, что не сделала ни одного удара, а на то, как она вышла в центр из своего угла. Девка реально перепутала подиум ночного клуба и боксерский ринг. На что она надеялась? А главное, на что надеялся ее тренер, который выпустил ее под такой каток? Неужели он не видел на спаррингах? Конечно, если они у нее вообще были. На что способна его подопечная? Конечно, и мудрец ошибается, но нельзя дерево Сакуры садить в открытом поле. Теперь я уверен, что вы все приободритесь и сможете заявиться в профессионалы. А почему нет? Может вам повезет, и в бою вы встретитесь с одним из сегодняшних героев? Ведь воля и сквозь скалу пройдет. Пишите в комментах, кто вам понравился больше всего, и что вы с собой сделаете после таких боев? Подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, ставьте лайки и делитесь видео с друзьями. Пускай тоже вдохновятся и пойдут в профики. Также смотрите бомбовые видео в описании. А если вы хотите начать реальные тренировки даже в домашних условиях или усилить свои, забирайте бесплатные видеокурсы в описании. Благодарю за просмотр и настойчивость в тренировках.